Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Посмотрите, сколько красоты я навязала! Можно открывать магазин! Три шапочки, гетры и все это из остаточков пряжи. Об этих шапках я вам уже рассказывала в прошлых видео и демонстрировала на себе. Одну из них я вязала для дочери. И вчера у меня связалась вот такая шапочка на основе двуцветной резинки. В этом видео будет подробный мастер-класс, как это связать. И еще мастер-класс закрытия гибким шнуром. Это шапочка-трансформер. Шапочка весит всего, внимание, 63 грамма. Это легкость легкая. И эта шапка с легкостью превращается в снуд-воротник. Я очень люблю такие снуды-воротники, которые одел на шею и они греют в нужном месте. И превращается в налобную повязку. Кому интересно, оставайтесь. Расскажу подробнее, покажу, как это все трансформируется. У меня остались еще вот такие остатки клубочки пряжи. Здесь и Мидара, здесь и Ситал, здесь и Кедроял от Ализе моточек. И я вспомнила, что у меня еще была Мидара вот такого цвета. Мы с вами вязали юбку и красивый креативный жилет. Фото я постараюсь вставить. Короче, Мидара это та пряжа, которая никогда не заканчивается. И как вы понимаете, из этих остатков я, конечно же, свяжу себе вот такую вторую шапочку-трансформер. Она мне просто необходима под мое красивое пончо. Потому что это пойдет в подарок к дочери, который я сегодня постараюсь доставить. Если она согласится, чтобы я показала, как это сидит на ней, я, конечно же, вам все это покажу, но это будет уже в другом видео. Ну, а теперь давайте покажу, как это трансформируется в тот самый снуд-воротник. Здесь есть вот такой шнурок. Это пряжа, кусочек пряжи, который остался у меня от моего жилета Болеро. Мы просто это развязываем. Можно было бы, конечно, связать сюда шнурочек. Либо на основе гибкого шнура, либо просто воздушные петли. Вот. И смотрите, что происходит. Здесь у нас все развязывается. Самое главное, чтобы не высмокнулся этот шнурок. Вот. Все это хорошо расправляем. И вот это у нас получается низ нашего вот этого снуда-трансформера. Сейчас я расправлю хорошо, чтобы не высмокнулось. Вот. Видите, какая прелесть. Вот почему я здесь закрывала гибким шнуром. Потому что это одевается на шею. И мне нужно было, чтобы вот здесь было очень гибко и красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok И чтобы это хорошо лежало по низу нашей шеи, там где начинаются плечи Здесь можно подвернуть, можно в другую сторону подвернуть, можно собрать гармошкой В общем, это по-разному можно носить И вот закрытие гибким шнуром вы увидите дальше в видео Он на самом деле, этот шнур полый, вернее не гибким шнуром, а полым шнуром Он полый, в него я вставляла вот вовнутрь, вот вы видите, вот этот шнур И это дает мне, во-первых, эластичное закрытие, которое мне нужно, чтобы внизу красиво это все лежало И это еще дает мне, чтобы спрятать туда вот этот шнур, затянуть и носить это как шапку Еще этот небольшой, маленький, как говорится, да удаленький трансформер Легко превращается в налобную повязку Очень теплую, потому что получается двойной вот такой отворот Я не очень люблю шапки с отворотом А вот налобные повязки очень даже мне нравятся Класс! Вот вам сразу и шапка, и снуд воротник И еще и вот такая красивая налобная повязка Так что, если у вас есть где-то остатки пряжи, допустим, 30 грамм одной пряжи одного цвета 30 грамм пряжи другого цвета Мы с легкостью можем связать вот такую двуцветную резинку Видите, как красиво? Все это я покажу дальше в видео Вот эти полоски из шелкового блеска Они вот играют, они поблескивают Ну и, конечно же, придают шарм этому изделию Итак, как же вяжется такая красивая резиночка? Эта резинка подходит не только для шапок Можно связать спокойно и свитер такой резинкой Немножко фантазируйте, и я думаю, что вы найдете применение Очень хорошо можно при помощи этого узора пристроить остатки пряжи Вот у меня шапка вяжется из остатков пряжи Одна нить у меня состоит из двух сложений Это ангора 2 от Мидары Потом оставался у меня вот такой кидроял Ализе И итальянская пряжа Ситал Вот эти четыре ниточки составляют одну из нитей Вторая нить это та же пряжа Ангора 2 от Мидары И вот шелковый блеск в два сложения Вот эти ниточки участвуют в этом узоре Посмотрите, как красиво получается По количеству петель я потом или уже рассказала или расскажу А сейчас вяжем этот красивый узор Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет набрать петли, которые кратны четырем То есть количество петель должно делиться на четыре И провяжите пару рядочков просто резиночкой Три лицевые, одна изнаночная Три лицевые, одна изнаночная Провязав пару рядочков резиночкой три на один Дальше мы включаем другую пряжу То есть другой цвет пряжи Так, немножко нитки будут шуметь Вернее спицы по столу Но на балконе уже холодно мне стоять Дабы не заболеть И вот сейчас я буду переходить на розовую пряжу Цвет нити сменяется Вот здесь можно поставить маркер Но я не ставлю Мне и так понятно, что это начало ряда у меня вот здесь Значит, меняем пряжу на розовый цвет Значит, я вот эту ниточку опускаю Допустим, вы вязали сейчас этой ниткой Этим цветом, вот бежевую резиночку Дальше вам нужно перейти на вот эту вот пряжу Значит, здесь мы эту нить опускаем Я вяжу на двух парах спиц Мне так очень удобно Спицы у меня джинджер Из набора джинджер Значит, вяжу пятеркой И, значит, приступаем к вязанию розовой пряжей Что мы делаем? Мы провязываем все петли просто по рисунку Все петли, как мы вязали с вами резиночку Вот пряжей бежевого оттенка Так и продолжаем вязать резинку То же самое, но только уже пряжей другого цвета Вот в данный момент розовая пряжа Очень красиво будет смотреться на контрасте Допустим, черное-белое Ну, что вы хотите? Хотите вот такие пастельные тона Тоже будет красиво В общем, это все зависит от вашего желания И просто вяжем розовым цветом До конца ряда Розовой ниточкой по кругу Продолжаем вязать Ту же самую резиночку Три на один А вот в следующем ряду Я вам покажу Что мы будем делать дальше Итак, идем до конца ряда Вывязывая резинку Три лицевые Одна изнаночная Вот у меня уже одна пара спиц Подходит к концу Просто вяжем Вот так вот Наш ряд Ничего не меняя Все то же самое Просто пряжей Другого цвета Также в этом рисунке Вы можете регулировать Вот у меня идут розовые дорожки Можно было сделать Бежевые дорожки Все зависит от того Как вы хотите Если хотите, чтобы вот эти дорожки У вас шли бежевые Тогда нужно вязать Сначала розовой пряжей А потом переходить На бежевую пряжу Но мне нужно Чтобы дорожки были Розового цвета Мне так больше нравится Вот эти вот полосочки Поэтому я вяжу именно так Но опять же Все зависит от того Какой у вас вкус Вот заодно покажу У меня вот Поскольку шапка вяжется Из остатков пряжи Вот у меня закончилась Пряжа шелковый блеск И мне нужно будет Сейчас присоединить Ниточку Я вам покажу Я давно вам обещала Показать Как я это делаю Без узлов И это очень-очень удобно Как раз сейчас уже не буду Хотела выключиться Но как раз момент Когда нужно будет Присоединить Ниточку Я сейчас вам этот момент Как раз и покажу Вот смотрите Вот у меня остался Буквально здесь Сколько сантиметров Пятнадцать Наверное пряжи Я беру Следующий Моточек Тоже остатки Ну и столько же Вот Из этого мотка Смотрите Просто вот так Вот Накладываю На рабочую нить И буквально Провязываю Здесь Три петельки Вот этой Утолщенной нитью То есть у нас остаток От То что у нас оставалось И то что мы прибавили Теперь Вот эту пряжу Которая в остатке У нас была Которая От рабочей нити Я Откладываю В сторону Провязав Вот здесь Вот Буквально Три петли Немножко Утолщенной Ниточкой Да Я продолжаю Вязать И таким образом Я присоединю Присоединила Пряжу По изнанке У меня Вот Ниточка От конца Рабочей нити То что мы Присоединили И потом Вот эти два кончика Мы просто спрячем В полотну Вот так вот Без всяких узлов Мы можем Присоединить Ниточку Но уже не буду Отключаться Здесь В принципе Осталось Немножко Довязать И будет Уже Второй ряд Ну то есть Мы просто Вяжем По узору Резиночку Три На один Пряжей Розового цвета То есть Все петли Провязываем Пряжей Розового цвета Этот узор Красивый Состоит Всего лишь Из двух рядов Получается Вот такая Красота Сейчас уже Дойдем до конца Ряда Изнаночная У меня здесь 80 петель 80 делится на 4 Все довязали Теперь нам нужно перейти на вот эту пряжу бежевую Значит вот эту нить Я откладываю в сторону В кадре это не очень удобно Но нужно чтобы ничего не запутывалось Когда я сижу там на диване На кровати Я прям конкретно вот так беру эту ниточку И откладываю в сторону Чтобы ничего не запуталось Все Эта розовая нить нам в этом ряду не нужна Мы ее вот так отложили А сейчас будем вязать вот этими ниточками Что мы делаем в этом ряду Так эту я опускаю А в этом ряду У нас будет одна снятая непровязанная петля Вот смотрите Лицевая Вот эту среднюю петельку мы снимаем Не провязывая Дальше лицевая Изнаночная Лицевая Среднюю петлю снимаем Не провязывая Опять лицевая И идем до конца ряда Я думаю смысл понятен То есть вы себя программируете Что когда я вяжу бежевой пряжей То в этом ряду я не провязываю все петли То есть центральную петлю Я снимаю Вот так вот Установку себе сделайте Вот такой программы И вы никогда не будете ошибаться Когда я вяжу розовой нитью Я все петли провязываю Все они у меня розовые Вот и все То есть вы можете себя проверить Посмотрев на вот эти дорожки Если везде у вас идет дорожка одного цвета Неважно какого Какое вы там выберете Значит вы делаете все правильно Но суть в том Что один ряд мы провязываем Все петли Во втором ряду Центральную петлю Мы снимаем Не провязанной Вот она центральная петля Я ее просто снимаю И чередуем И чередуем Каждый ряд мы чередуем Нити То нить одного цвета То нить другого цвета Вот в принципе и весь узор Вот она центральная Мы ее снимаем Остальные провязываем И у вас получится в этом ряду Мы легко можем посмотреть Видите Бежевые петли И розовая петелька Снятая Бежевые петли И розовая петля Которая снята Сейчас подтягиваю я спицу Продолжаю вязать То есть я эту опускаю А эту подтягиваю Мне очень нравится Вот так вот вязать На двух парах спиц Когда дойдем до конца ряда Я уберу вот эту бежевую нить Возьму розовую нить И буду провязывать все петли розовыми Все петли провязываются В общем вот такая установка Которую нужно сделать И не ошибаться То есть центральную Когда я вяжу бежевой нитью Я снимаю А когда вяжу розовой нитью Я все петли провязываю И соответственно конечно же Центральную петлю В резиночке я провязываю тоже Вот я думаю Донесла До вас Показала Как вяжется вот такая Красивая цветная резинка И как можно Пристроить Остатки пряжи Вот немножко осталось мне довязать Будет Так вот Чуть не ошиблась Здесь снимаю Снимаем Эти провязываем Ну и естественно Вяжете по рисунку Там где изнаночная петля Вы ее провязываете Изнаночной Я не знаю Посмотрю Может быть это будет Шапка Трансформер Может сделаю на макушке Шнурок Который Когда развязывается И получается Такой Небольшой Снуд Я люблю Такие снуды Воротники Которые Аккуратные Маленькие По шее И греют Все Теперь мы Откладываем Вот эту нить В сторону А розовую Ниточку Мы берем И вяжем Вот видите Вот она розовая Нить Сейчас я эту Опущу Эту спицу Подтяну И в этом ряду В розовом У нас Все петли Провязываются Вот она Снятая петля В предыдущем ряду Здесь мы просто Вяжем резиночку Три на один Три лицевые Одна Изнаночная Вот таким Вот образом А сейчас Я покажу Как сделать Закрытие петель Полом шнуром Получается Вот такая Красота Иногда Эта красота Просто Необходима Когда нужно Эластичное Закрытие Как в данном Случае Одну Спицу Я уже Закрыла Я вяжу На двух Парах Спиц Сейчас Покажу Как Это Делается Делается Все Очень Очень Просто Значит Первая Петля Снимается Две Следующие Провязываются За задние Стенки Лицевой Возвращаются Опять На левую Спицу Вот эти Провязанные Две Вместе И возвращается Наша Первая Петля И эта Петля Еще раз Провязывается Лицевой То есть Такое Впечатление Что мы Одну И ту же Петлю Провязываем Дважды Давайте Еще раз Две Вместе Провязали Я не знаю Как при Классическом Методе Вязания Это Делать Но Я вяжу Восточным Методом И я Провязываю За Задние Полупетли То есть Две Вместе Провязали Сейчас Немножечко Ниточку Подтяну Вернули Эту Петельку Которую Только Что Провязали Двумя Вместе И Вернули Еще Нашу Первую Вот Петлю И Эту Первую Петлю Мы Еще Раз Провязываем Сняли Вот Получается Вот Такой Шнурочек И Повторяем То же Самое Опять Берем Вот Две Вместе Петли Вот Одна Вот Вторая Провязываем Их Две Вместе Лицевой Снимаем Возвращаем Эту Петлю На Левую Спицу И Возвращаем Нашу Первую Петлю И Первую Петлю Провязываем Получается Еще Раз Вот Это Закрытие Полым Шнуром Еще Раз Две Вместе Провязали Сняли Эту Петлю Которую Только Что Провязали Двумя Вместе Провязанную Петлю Вернули На Левую Спицу И Нашу Первую Петлю Тоже Возвращаем На Левую Спицу И Провязываем Ее Еще Раз То Есть Как Б Два Шага Вперед Шаг Назад Или Наоборот Вот Такое Закрытие У нас Будет Получаться Продолжение следует